Что на самом деле вовсе не так круто, как кажется. Работа, на которой нужно много путешествовать. Поначалу может показаться круто, я смогу увидеть много разных мест. Но такой образ жизни приносит немало негативных последствий. Вы теряете свои социальные связи, так как редко видитесь с семьей и друзьями. Вы редко бываете дома, вам быстро надоест спать каждую ночь в новом месте. Я мотался по командировкам 19 лет. Все гостиничные номера спустя какое-то время начали казаться одинаковыми, и я не мог больше спать ни в одном из них. Мы сотрудничали с Microsoft, Google, Facebook, Target, Pillsbury, HP и многими другими крупными корпорациями. Я ел в дорогих ресторанах, останавливался в роскошных отелях, упустил столько времени, которое мог провести с женой и детьми. Я эксперт по путешествиям, который никогда больше не хочет уезжать из дома. Возможность не работать, только если вы не офигенно богатый человек, который может делать все, что захочет. Но в остальном отсутствие работы угнетает душу. Это так же скучно, как любая самая паршивая работа, только в этот раз вы вообще ничего не зарабатываете. Да, у вас полно свободного времени, но это далеко не так гламурно, как вы думаете. Человеку нужно заниматься хоть чем-то. Я домохозяйка на полный рабочий день, что означает, что я остаюсь дома все то время, когда мой муж на работе. Я не могу работать из-за психического расстройства и физических ограничений. Но нам повезло, что у моего мужа такая зарплата, которой хватает на нашу жизнь. Но черт побери, как же мне одиноко. Я уверена, что мало кто смог бы вести такой образ жизни долго. Я живу так уже три года, и мне это порядком надоело. Моя жизнь чертовски скучная. Иметь большой шланг. Каждый мужчина думает, что это круто, но на самом деле это гребаный кошмар. В общих душах спортзала или бассейна все всегда пялятся. Начинаешь чувствовать себя каким-то уродом. Женщины боятся меня и отказываются даже пробовать, так как думают, что им будет больно. Некоторые, наоборот, смотрят на тебя, как на кусок мяса и преследуют тебя, даже несмотря на судебный запрет приближаться к тебе. Тяжело найти брюки, шорты, трусы, которые подходят по размеру и которые удобно носить. Много неудобств. Подруги жены и некоторые родственницы в нетрезвом состоянии просили показать его. Серьезно? Это же не какая-нибудь крутая или смешная татуировка. А еще несколько друзей мужского пола в шутку просили показать, причем немалое количество раз. Это все очень неловко и неудобно. Лучше бы у меня был средний размер. Не спать всю ночь. В подростковом возрасте это кажется веселым занятием, но со временем оно теряет свою привлекательность, даже в те редкие случаи, когда я общаюсь с друзьями всю ночь. Изменено. На прошлых выходных я встретился со своим школьным лучшим другом, с которым не виделся много лет. Нам теперь около 25 лет. Мы собирались всю ночь играть в видеоигры, как в старые добрые времена. Продержались только до часа ночи и решили, да ну его нафиг, увидимся утром. Работа из дома. Я работаю из дома почти 10 лет. Безусловно, есть свои плюсы, но очень часто я сильно скучаю по общению с коллегами в офисе. А еще я скучаю по тому чувству облегчения релаксации, когда приходишь домой после рабочего дня, особенно в пятницу. Когда ты работаешь из дома, все дни одинаковые. В некоторой степени я также скучаю по поездкам на работу. Я всегда ездила на работу на общественном транспорте, что давало мне время и повод для чтения книг. Потому что дома у меня никогда не возникает желания почитать. Владение такими дорогостоящими вещами, как бассейн, яхта или дом на колесах. Бабла на их содержание уходит немерено. Кроме того, когда у вас есть что-то подобное, вы чувствуете себя обязанными постоянно этим пользоваться. Из-за чего все удовольствие быстро пропадает. Собираетесь купить дом на колесах? Лучше арендуйте мой на месяц. Отец моей бывшей девушки всегда так говорил. У него была своя яхта. Я встречался с его дочерью, и мне очень нравилось пользоваться его отличной яхтой, без необходимости лично мне платить до безумия большие налоги и сборы за швартовку. Он продал ее через год после покупки. Сказал, что это было лучшее решение в его жизни. Вождение. В детстве не мог дождаться дня, когда начну водить. Но теперь, когда у меня есть водительское удостоверение, я возненавидел это. Пробки, водители-чайники, пешеходы, которые не смотрят на дорогу и выбегают прямо под колеса. Слишком много причин для стресса. Если бы можно было водить по пустой автостраде без других машин и копов, мне бы нравилось. Но ездить в большом городе нафиг не нужно. Шоколадные фонтаны. Ненавижу, когда меня назначают ответственные за такие фонтаны на различных мероприятиях и свадьбах. Их очень трудно заполнять и еще тяжелее чистить. А еще родители разрешают своим детям совать в них свои грязные руки и пялятся на вас, когда вы ждете в очереди. Я видел, как эти маленькие засранцы закидывали в шоколад куски разной еды. Однажды я была на детском празднике. По сути, это была игровая площадка с банкетным залом, где можно было пообедать и поесть торт. Там же был расположен шоколадный фонтан. На празднике была распорядительница, которая подавала обед, разрезала торт и в целом пыталась управлять 20 гиперактивными шестилетками и наблюдала за тем, что мы ели. Когда мы вошли, то увидели, что многие дети едят шоколад тарелками. По крайней мере, родители поначалу подумали, что это был шоколад. Они ошибались. Дети набрали в тарелки чипсы, соус, наггетсы и покрыли все это шоколадом из фонтана. А распорядительница помогала им. Она подставляла их тарелки под струю. Могу только представить, насколько это был отвратительный обед. Ночные клубы. Платишь за вход, 10 минут ждешь в очереди у бара, чтобы купить напиток по очень завышенной цене. Ужасная музыка орет так громко, что приходится кричать в ухо собеседнику, чтобы он услышал тебя. И самое последнее, постоянный страх за друзей, что они что-то вытворят и у них будут проблемы с охраной или полицией. Приходится еще насильно удерживать друзей женского пола, чтобы они не сели в машину с незнакомцем. Когда я рассказал ей об этом на следующий день, она даже не поблагодарила меня. Игра League of Legends подобна алкоголизму. Ты втягиваешься в нее, потому что друзья рассказывают о ней как о чем-то замечательном. Потом она начинает нравиться и тебе. Она превращается в прибежище, в которое ты спускаешь все свои деньги и время, даже после того, как твои друзья перестают в нее играть. Ты знаешь, что она отравляет твою жизнь, но продолжаешь в нее играть. В конце концов, ты бросаешь ее и думаешь «больше никогда». Но потом появляется ультра-рапид-файр, затем у них появляется еще более новая версия, а потом это, а потом то, каждый раз ты находишь новые предлоги вернуться в игру. Даже когда ты окончательно перестанешь в нее играть, ты никогда не сможешь о ней забыть. И будешь время от времени с ностальгией вспоминать о тех деньках, когда играл вместе с друзьями, и бороться с искушением сыграть еще разок. В конце концов, ты ведь уже взрослый мужик. Конечно же, теперь ты сильнее и больше не поддашься старой зависимости, не так ли? Свидание. Я познакомился с моей девушкой еще в колледже, мы вместе уже 4 года. Честно говоря, мне жаль тех, кто в наше время ищет свою вторую половину. Приложения для знакомств ужасные, люди чересчур много думают обо всем, воспринимают это как какую-то игру и всегда думают, что могут найти себе кого получше. Мне жаль моих друзей, которые сейчас ищут себе девушек. Гастролировать с концертами. Как в случае с любой другой работой, связанной с постоянными переездами, просто невозможно нормально есть и спать. Приходится терпеть разлуку с семьей и друзьями. Все думают, что гастроли рок-звезды должны быть намного интереснее, чем командировки обычного торгового представителя, но это не совсем так. Правда в том, что 90% музыкантов не зарабатывают много денег, и когда кончается тур, заканчивается и заработок, если только вы не работаете с большим артистом, который платит авансом. Да, вы летаете в такие города, как Париж, Берлин, Токио, но первое. В течение того единственного вечера, когда вы находитесь в этом городе, вы не успеете ничего посмотреть из-за саундчека, пресс-конференции и концерта. Второе, даже если у вас есть время, трудно решиться потратить кучу денег на развлечения, которые этот город может предложить, потому что, как я уже писал, денег не так много. Денег, заработанных во время тура, должно хватить до следующего раза, когда вы сможете найти возможность заработать своим ремеслом. Что касается вопросов здоровья, то все тоже печально. Конечно, это больше относится к не самым успешным музыкантам. В сезон фестивалей совершенно нормально играть по шесть вечеров подряд и совершать перелеты каждый день. Решать самостоятельно все вопросы, контролировать погрузку оборудования, покупать билеты, бронировать номера, спать по 2-4 часа, если повезет. Употреблять бесплатный алкоголь в неограниченных количествах, но при этом питаться очень нерегулярно и не досыпать, из-за чего внутренние часы организма совершенно сбиваются. Представьте, что вы тащите на себе 6 гитар и 8 чемоданов в небольшом аэропорту в России, где нет даже тележек для багажа, при том, что вы не спали и не ели последние 24 часа. А потом вам говорят, что ваш рейс отменен, а следующий только завтра. Но нет достаточно большого транспортного средства, чтобы перевести весь ваш багаж в отель, номер в котором вам никто не предоставит бесплатно. Поэтому вы ложитесь прямо спать на полу аэропорта. Это лишь один пример из многих. Если мой комментарий прочитает участник какой-нибудь металл панк или другой андеграундной группы, он согласится, что такие вещи происходят часто. Я ни о чем не жалею и радуюсь, что у меня были эти 13 лет бесценного опыта. Но меня коробит, когда каждый встречный думает, что туры это сплошное удовольствие, хотя 80% этой жизни настоящая жесть. Ванна. У меня никогда не бывает времени для себя или времени для отдыха. И меня удивляет, что многие так восторженно говорят о релаксации в ванне. Я зажигаю свечи, включаю музыку и т.п. Но каждый раз, уже через 10 минут, я начинаю думать, что отдых в ванне сильно переоценен. Я всегда прихожу к такому выводу, но забываю об этом до следующего раза. Встреча нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Это просто ужасная идея. Вы стоите около 6 часов зимней ночью в месте, где нет никаких туалетов, а яркий неоновый свет просто ослепляет ваши глаза. Коренной житель Нью-Йорка. Таймс-сквер не самое лучшее место для посещения туристами. Когда я знакомлюсь с туристами и они говорят, что очень хотят увидеть Таймс-сквер, что-то внутри меня умирает. Это не олицетворение всего города, а просто ужасное место. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok